Красковский культурный центр отметил 20 лет со дня своего создания. Учрежденный в 1997 году центр возродил культурную жизнь поселка. Коллективу, по-настоящему влюбленному в свое дело, удалось создать современное творческое пространство и вырастить таланты, которые теперь известны на весь городской округ. Но день рождения центра «Люди творчества» отметили под девизом «Наш путь к успеху». В пяти часам вечера в фае-центре собираются гости и все те, кто имеет непосредственное отношение к культурной жизни поселка Красково. Пришедших встречает директор центра Елена Роста и начальник управления культуры администрации Красково Валентина Шмыкова. Это учреждение было создано 20 лет назад. Время, когда учреждения культуры практически закрывались, экс-глава Бадаев Искандар Исмаилович принял решение создать для жителей возможность заниматься в творческих коллективах. Валентина Шмыкова – одна из тех, кто стоял у истоков создания центра. Здание в управлении культуры передали в плачевном состоянии. Ранее здесь располагалось охранное предприятие. Чтобы культурный центр смог полноценно работать, помещение требовало ремонта. Было принято решение обратиться к губернатору Московской области, который, посмотрев, как действует культурный центр, он сказал включить программу реконструкции и технического обращения, переоснащения. На данный момент в центре сделан современный ремонт. Работает более 15 студий и кружков для детей и взрослых. А местные жители регулярно посещают культурные мероприятия и занятия, которые здесь проводят. Я второго ребенка сюда вожу. Настолько тут, я не знаю, развивает разносторонние детей. Просто, я не знаю, то есть можно ребенка сюда любого возраста отдать. На юбилей культурного центра практически все студии приготовили номера. А первыми на сцену выходит хореографический ансамбль «Волшебная страна». Девчонки из коллектива хоть и имеют большой опыт выступлений, но все равно немного волнуются. Мы отрепетировали все. Я волнуюсь, потому что новый номер, я еще не танцевала его. Мы все его еще не танцевали. Мы все отработали, поэтому меньше волнения. Сотрудников культурного центра поздравляют депутаты городского круга Люберцы, представителя управления культуры администрации, а также депутат Московской областной думы Дмитрий Дениско. Я желаю, чтобы вы эту планку не опускали и продолжали радовать и Люберчан, и Роскальчан, и Подмосковье, Россию и весь мир своими талантами. На данный момент на базе центра создано 35 творческих коллективов, а это более 900 человек. Каждую неделю на этой сцене проходят концерты, спектакли, поэтические номера. И это не предел, ведь 20 лет для культурного учреждения – это только начало большого творческого пути. Станислава Меркурьева, Андрей Скрипкин. Специально для телеканала ЛРТ.